Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. Программа Экономика. Программа Экономика. Как сообщили в региональном Минфине, эти деньги будут привлекать за счет дополнительных доходных источников и финансовой помощи из федерального бюджета. Экономика. На 101 АФМ. В Уржуме планируют построить три новых предприятия. Речь идет о молокозаводе, пивзаводе и комбикормовом заводе. Площадки, на которых они разместятся, уже найдены. Для реализации проектов хотят привлекать деньги инвесторов, а также фонда развития моногородов. Его представитель Максим Стофеев и исполняющий обязанности зампреда правительства области Ольга Куземская недавно посетили Уржум. Как отметила Куземская, для того, чтобы все планы по строительству осуществились, необходимо обеспечить подготовку и проверку всей документации. Экономика. А сейчас к другим новостям. В регионе будут производить порошок для строительства дорог. Речь идет о минеральном компоненте, который позволяет укладывать асфальт при низких температурах и повышает его качество. Запустить производственную линию планирует предприятие «Чембулатский карьер», расположенное в Советском районе. Об этом рассказала исполняющая обязанности зампреда правительства Ольга Куземская, которая посетила завод. Новый продукт даст возможность готовить и укладывать асфальт при температуре на 20 градусов ниже по сравнению со строительными нормами. У Кировчан украли 58 миллионов рублей под видом продажи ценных бумаг. Пострадали 146 жителей области. Как рассказали в областной прокуратуре, жители Казани Рустем Касимов и Екатерина Назимова, действуя от имени нескольких финансовых организаций, продавали вексели под высокие проценты. Деньги, полученные от потерпевших, они обналичивали благодаря фирмам-однодневкам. По итогам судебного разбирательства, одного из преступников приговорили к 4,5 годам колонии, второго – к 7 годам. Кроме того, осужденным придется выплатить штрафы по 500 и 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, так как Кировский областной суд отклонил апелляции фигурантов дела. Долги горбюджета выросли за год на 500 миллионов. На начало 2017 года они составили 3 миллиарда 400 миллионов рублей. 42 миллиона из этой суммы – просроченная задолженность. Об этом сообщают бизнес-новости в Кирове со ссылкой на региональную контрольно-счетную палату. На обслуживание кредитов в прошлом году из городского бюджета ушло почти 200 миллионов рублей. По сравнению с 2015 годом эта цифра выросла на 70%. Городу приходится брать новые кредиты для погашения уже взятых. Экономика на 101%. Напоследок, коротко, несколько цифр. В регионе зарегистрировано 24,5 тысячи организаций и предприятий. На 10% выросли налоговые поступления в областной бюджет в первом квартале этого года по сравнению с тремя первыми месяцами прошлого. Глава администрации Кирова Александр Перескоков заработал за прошлый год 2 миллиона 160 тысяч рублей. Доллар сегодня 57 рублей 11 копеек. Евро 62 рубля и 15 копеек. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...